Всем привет! У меня трау. Заедаю конфетами. В общем, сегодня муж решил искупать компьютер. Он его искупал, что тот обиделся и все, и не включается. Не включается, не выключается. Вернее, он уснул. Проснется ли, не знаю. Отвез его к доктору. Повез вот сейчас. Я его на балкон вынесла сегодня утром на крышу, чтобы он солнце принял. Позагорал немного, может быть, говорю, соизволит включиться. Но нет, не захотел. Повезли к доктору. Вернее, он его повез. Он же его искупал. Он его и повез. Не знаю, насколько. Вот сейчас приедет, скажет, что, почем и как, что скажет доктор. Надо было, блин, ему эту воду вылить на него. Весь влог там смонтирован. Осталось только загрузить. Нет же, блин, твою дивизию. Вот так вот. Сижу, телевизор смотрю. Как в добрые старые времена. В общем, идем. Там муж, в общем-то, отвез компьютер в этот... В больничку, да, скажем так. Ну, так как он что-то там, он не понимает в этих делах. В общем, иду я, чтобы услышать, что почем. Потому что он уже начал. Надо новый покупать. Ты себе для работы купи новый. А этот я себе отремонтирую. Но у меня сейчас в планах совершенно не входит покупать новый компьютер. И вообще даже не в капельку он мне не нужен пока что, скажем так. Мне этот устраивает. Поэтому пойдем узнаем, что почем и как. Потому что вообще по плану у меня никаких компьютеров нету в планах. Да. Ой, 150 мыслей в голове. В общем, муж уже не знает, как искупить свою вину. И говорит, давай я тебе новый купим. Он будет только твой. Половину я тебе заплачу. Половину типа заплатишь сама. И ремонт старого я тоже оплачу. Ой. В общем, Дурдон на выезде. После того, как мне муж сказал, что он мне платит пол моего портателя, компьютера. Я сначала на него наорала. Сказала, что никакие мне новые не нужны. Мне нужен старый. Потом пошла с Чарли. Ну как наорала? Поговорила. Серьезно. На улице я же не буду орать, как дурак. В общем, походила с Чарли. Погуляла, подумала. Все взвесила. Тот компьютер у нас уже старый. Новый мне все равно нужен. К тому же он половину оплатит. Как хочет, так пусть и зарабатывает. Заначки пускай достает свои. Я ему позвонила и говорю, пошли выбирать. Хотя, зачем я его звонила, не знаю. Он с собакой стоял на улице. В общем, я выбрала себе новый портатель. Сейчас мне его там включают, подключают, делают что-то. Не знаю, что делает. У меня есть всегда копию храню. Ну, она делается сама и хранится там на моих. Ну, вы знаете, все это. Мне просто сейчас домой все равно придется. В общем, работы предостаточно с новым. Выбирала, выбирала. Я сказала им, для чего мне нужен портатель. Они мне начали советовать. Ради вас, ради вас стараюсь. Друзья мои, я уже к вам так привыкла, что подумала, думаю, до понедельника это целых три дня. Как я без видео? Я же никак не туда и не сюда. Ну и, конечно, что половину мне его оплатит тоже хорошо. Сыграла свою роль. Ой, рука устала. В общем, гуляем. Вот моя машинка. Я раньше вот сюда ходила, в гимназию. Это спортивный зал на зумбу. Сейчас он закрытый. Не знаю почему. В общем, пока погуляю. Такие вот дела. Конечно, я завтра, наверное, видео точно не загружу. Потому что я завтра, во-первых, работаю на моей основной работе, которая мне приносит доход. Ютуб пока это остается для меня хобби, скажем так. Вот. И завтра уже буду. Ну, может быть, сегодня ночью тоже сейчас поработаю над ним. Вот вы не знаете больше всего, что не нравится. Что в телефонах. Хотя я почему всегда Samsung покупаю? Во-первых, потому что они мне всегда нравились, Samsung. Во-вторых, они сейчас, их просто подключаешь, и они все сами переносят, всю информацию, все мои данные с телефона на телефон. И вот компьютер также. Что это все нужно загружать, скачивать. Туды, сюды. Это сколько работы. Вот это мне не нравится. С другой стороны, как мне нравится. Мне нравится это делать. Искать что-то новое. Я с компьютерами дружу. Я нахожусь в хороших отношениях. Поэтому мне не составит это огромного труда. Но все-таки время нужно будет потратить. А вот на этих машинах я училась ездить на машине. Марон называется. Очень хорошая автошкола. Она находится вот там, за углом. Мы находимся вообще почти рядом с нашей старой квартирой. И вот там находится эта автошкола. Очень классная. Марон называется. Морон. Учитель очень хороший. Они только начинали. А сейчас я гляжу, уже три учителя. Три машины. В общем, раскрутились. Хватит болтать. В общем, у меня вот такие новости. Будет новый компьютер. Старый он отремонтирует. Муж сказал. И только будет его. Я говорю, да он у тебя за месяц ты его исхряпаешь, сломаешь. Он, ну почему? Я говорю, ну потому что их надо чистить. Говорю, от всяких там вирусов, невирусов, от ненужной информации. В общем, вот так. Но все равно, пускай лечит тот старый. Ой, я так к вещам привыкаю. Представляете? Видео грузится. Я все сделала. Правда, на это потребовалось времени. Я не спала. Я проснулась раньше всего. Во-первых, прям так быстро все делается. У меня на том компьютере видео обработалось 3-4 часа. Здесь за 5 минут, за 14. Все обработалось, уже грузится. Правда, потеряла заставку. Так что пока без заставки. И пока новую не сниму. Либо не найду ее. Я нашла совсем старую-старую заставку. Нужно ее переслать на этот ноутбук. И вот так. Вот такие вот дела. Ну, вообще дела делаются. Я думала, все будет намного сложнее. Но нет, нормально все. Так что ура! Можно дышать спокойно. Я с вами патчами. Потому что... Потому что глаза опухшие. Я вчера водой напилась. И... И, в общем, вот так. У нас всю ночь грохотал гром. Дождик был. Ну, машина опять грязная. Не знаю, нафиг я свою машину мыла. В общем, пипец. Но самое главное, это видео. Та-дам! Как же хорошо. У меня это все работает. Все настроено. Не важно, что тебе это стоило. Три-четыре часа. А еще знаете, какой вывод сделал? Самое главное, это... Записывать все свои пароли. Логины, пароли. В общем, все, что есть. Как обычно, старым методом в тетрадочку. Потому что все это что? Телефоны, компьютеры. Все это ломается. Потом восстановить очень тяжело. Но я, наученная опытом, всю в тетрадочке храню. Так что вчера просто взяла тетрадочку. Ввела все коды. Сначала, конечно, нужно было все скачать. В общем, они мне вчера сделали медвежью услугу. Знаете, это как... Когда... Ну, вот кто мне там... Его... Как там они... Типа подключили, что ли. Лучше бы я сама сделала. Потому что перед подключением там сразу нужно вводить свои данные. В общем, кто поймет, тот поймет меня. Вроде сегодня не пасмур. Вчера было пасмурно целый день. Чарли, ven por aquí. Espera, espera, espera. Что он тут встал? Vente. В общем, мы идем на работу. Ну, все. Стоял, стоял, пошел. Ну, вот. Зачем я ее мыла? Смотрите. Зачем мыла называется машина? Пипец. Видите? После дождичка в четверг. Ужас. Блин, опять надо мыть. Вообще. Вид изнутри. Ну, понятно, да? Какие у нас дожди идут. Офигеть. Вот тебе и пожалуйста. А ночью такой нормальный дождик-то был. Масштаб. Чтобы вы поняли. Вот так. Немного о погоде. Моя рыба жляткая тут такая. В общем, заканчиваю свою рабочую неделю. Как я рад, как я рад, что поеду в Ленинград. Сначала пойду повешу полотенце. Ой, что у меня на голове? Непонятно. Уже отрастают волосы, поэтому непонятно, что на голове. И пойдем по пляжу прогуляемся. Несмотря на то, что показывает 37. Но я всегда говорю, я жары не боюсь. Для меня не жарко. Все жалуются, жарко, жарко. Мне нормально. Поэтому придем на пляж. Сейчас погулять. Не поплавать, не искупаться. А просто прогуляться. И поедем домой. Я в Меркадону сегодня съездила после работы в обед. Потому что вечером там ничего не бывает. А я хотела. То есть я купила черешни килограмм. Надо наедаться, потому что она скоро закончится. Целый арбуз на 5 килограмм или 6. И все. Больше ничего. А, яйца. Яйца купила. И мужу свинину, которую я ему уже пожарила. Он ее сожрал. А я доедала типа мясо по-французски. Которое я делала в духовке. И селедку. Я вчера селедку достала. Половина вчера сожрала. Половина сегодня. Селедку я готова есть каждый божий день. И она так нравится. С детства еще. Я вообще селедочная душа. Вот. Я ее сегодня доела. У меня еще есть одна в заморозке. Поэтому всегда есть. В морозилке валяется пару селедок. Так что вот такие у нас планы на вечер. Пойду полотенце вешать. 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 и смотря на то что у нас кажется что 12 часов дня на самом деле уже девятый час я буду с вами прощаться монетис почти смонтировала все программа то новая тоже все-таки новая версия скачалась ту который я не очень хотела но вы знаете она мне нравится даже больше я с ней быстренько справилась в общем все идет как по маслу даже небольшую вам ставочку сегодня сняла в общем я такая молодец что я фиевая сама над собой вот и мне и главное что мне это все нравится потому что наверное на день на меня кто-то смотрит потому что я но это не ночнушка это летнее платье такое но короткое в общем не будем отвлекаться я буду с вами прощаться до завтра встретимся с вами завтра в новом видео нового и новый день новая жизнь всем пока пока и до завтра пишите комментарии мне без ваших комментариев как-то скучно